приветик всем по поводу лаба там у меня один спрашивает что-то там какие-то вопросы какие-то дурацкие эти за расписывает мне понимаю конечно чувак занимается ремонтом красавчик ну в этом плане я вот такие вот тоже блин делал ну старая вышники как бы легкотня в том плане что там не такая заморочка как в этих усилках и блоки там естественно тороидальные трансформаторы торы мотать ну как бы раньше мотал сейчас я не за не возьмусь за это дело потому что мотать эту первичку это очень и очень нудный процесс вот по поводу того какие там радиаторы первое радиаторы я тогда смотрел они там медные учитывая что после большой нагрузки они довольно таки быстро нагреваются то есть сразу же нагрев происходит моментальный но усилитель никогда еще не выходил в режим там какого-то перегруза в плане там нагрева с двух каналов я снимал по 1400 ватт с этих вот 4 я не снимал но на ю тубе есть там видосе где снимали по поводу плечевого питания те же 154 вольт плюс-минус со средней точкой это я буду вам все покажу я хотел это показать с просто ответ на вопрос этот егошний потом после вахты когда я приеду потому что вот это все раскручивать вытаскивать я не буду у меня просто нет желания этим заниматься обязательно все это покажу я еще хочу это сделать потом потому что хочу проверить насколько он из ну вынослив то есть сейчас почему у меня подключены в 2 омах одни сабы в 2 ом а другие сабы вот пожалуйста идет провод параллель потому что я испытываю его на нагрузке я проверяю что к чему влить в них всю мощность я не могу то есть я вливаю от силы в вольт 55-60 это не потолок усилителя это как бы потолок моей компрессии именно ход больше я боюсь давать в наему и того меньше я вливаю вот они отвернуты на эмовские динамики 18 в них и того меньше входит то есть усилитель используется скажем так не на всю по сабовому звену по поводу того что как он должен использовать этот усилитель почему я его взял почему nissan way отвечаю этот усилитель должен использоваться как четырехполосная система только получается это один рабочий канал например это правый или левый без разницы это например у нас сабвуфер да это это я все прекрасно знаю как он используется это это сап это мид это сыче этого че допустим и вторую силу используется точно также из получается у нас стереокартина да я это прекрасно знаю что этот усилитель упирается именно в импульсный блок питания в свой то есть ну это ежу понятно это надо быть дураком чтобы не подумать не почитать о том что ты берешь первое ответил второе почему именно тулун почему именно nissan way ну начнем с того что санвея в оригинале там на заводе ценник около 60-80 тысяч это раз этот обошелся мне в 54 с доставкой второе прошмана все интернеты и всю херню внутри разницы у них нету никакой по транзистором по каким-то там рлюшкам по хирушкам по вот этим вот всем блять мелочам там просто тупо нет никакой разницы так что какой от этого смысл был покупать ну возможно есть возможно покажет время обязательно покажет время потому что я его насилую скажем так но суть в чем суть в том что я его взял по причине того что я не миллионер как бы и мне очень хотелось проверить этот усилитель если не проверю я то не проверить никто сейчас вот я его проверю и буду говорить о том что он хороший или нет также касается юрийных динамиков и раудио по поводу того что где я брал информацию у меня по крайней мере есть знакомые которые мне поддерживают у которых есть такие усилители у которых есть санвэй у которых есть не десятитысячники а четырнадцатитысячник это двухканальник тоже то есть я это все знаю это не спонтанно это не на бум это не просто так взято где-то там и куплено да наугад и ты дурак там качаешь на нем четыре саба ой дебил это он же не отдаст мощности дружище на нем можно качать все четыре канала примерно по 800 ватт он должен отдавать ну в принципе если верить тому каналу не помню название рекламирует тоже не буду он отдает те 800 ватт в принципе нормально но по крайней мере заявку на 4 ома два канала он плюс-минус там отдает там уже грязь начинается на в районе сотки вольт 110 это потолок далее санвэй санвэй у нас во первых причин там купить его но хочется еще я конечно же буду брать еще один сейчас у меня стоит дилемма по поводу брать точно такой же чтобы уже не играется там какими-то производителями там или бы же брать уже санвэя санвэя я уже нашел где взять на оригинальном сайте довольно таки это муторно долго все происходит этот пришел ко мне за четыре дня с москвы просто очень быстро и легко пришло с деком на удивление очень хорошо пришлось прислали там поддержка очень говорливая то есть по-русски все чики-пуки они рассказывают чё к чему так по поводу все-таки санвэй я думаю санвэй что этот усилитель все-таки время у нас уже 21 год у нас уже скажем так китайцы пошли в будущее пошли как бы вперед и давным-давно уже прошли ту эпоху когда они делали кусок говна конкретного сейчас даже mercedes собираются и в том же китае ни для кого не секрет то есть все дело в качестве все дело в именно той приемки которую они делают именно контроле качества и все сборка то она может быть прекрасный но вот контроль качества именно где-то там профукали надо это убрать то есть они должны это понимать у меня знакомый который использует санвэй такие тулуны которые были тринадцатого года он сказал что что те что те горели постоянно у них были проблемы раз в полгода но там проекты такие как бы ну прокат аппаратуры и там естественно нагрузка на усилители хорошая здесь не дома на никак не как бы не домашние условия у них здесь домашние условия и здесь нагрузка то я раз в месяц дома из трех четырех месяцев и слушаю так вот вот то есть сабы я не могу влить в них вовсю потому что сабы у меня не сверх такие мощные тут от силы там по 800 ватт и в принципе топа не такие же мощные то есть суть в том что я прекрасно знаю его задачу я прекрасно на его мощность мне для моих целей вот этого усилителя вполне в принципе хватает качать два топа и качать два саба он вполне справляется для моей задачи я не собираюсь делать какие-то туровые проекты какие-то там мощностя здоровые вещи я прекрасно знаю про усилители 14 20 10 и все остальных серий я про это все очень сильно много почитал то есть ну то есть должно быть понятно так что не надо сравнивать старый китай который был тогда который горел реально да и не спорю сейчас есть люди которые ремонтируют но еще нужно понимать у них есть статистика да но надо понимать как используют эти усилители то есть возможно их хвост и гриву и песок вот этот когда я забирал он был у меня весь в песке у него были оторваны потенциометры он был убитый внутри там было все прям вот как будто его так вот пескоструили туда вовнутрь но при этом он прекрасно работает вот и себя прекрасно чувствует уже порядка полтора года и все у него прекрасно только вот эта дебильная лампочка синяя кто ее придумал я не знаю так вот суть в том что на сегодняшний день мне просто порекомендовали брать такое под мои задачи под моим мощностям то есть за 50 тысяч рублей за 54 вы мне не наверное не покажете ни одного наверное четырехканальника или хотя бы двухканальника по 2 там например 22 взять чтоб 4 собрать который будет стоить столько же отвечать тем задачам которые ну должны быть у меня то есть он простой в том плане что там спик он и там xlr это все стандартно это все но в принципе на обычных усилителях вот так так что время покажет как он себя поведет возможно он сгорит возможно я его поменяю я ничего об этом пока не знаю правда я сейчас его использую на свой страх и риск я его мучил по нескольким факторам я его мучил на козе он отрабатывает я мучил его по низкоому он отрабатывает я мучил его по нагреву так и не нагрел я не смог нагреть у меня нет такой нагрузки я его мучил по разным всяким скажем так задачам он отрабатывает очень много реально на самом деле я очень удивлен то что у него все защиты работают как полагается то есть нет такого чтобы например если здесь замкнешь контакты тот тут стоят предохранители предохранители зачастую не горят просто-напросто выгорают транзисторы вот и все либо же ваши колонки будут там гореть если что-то случится здесь конечно же мощности а другие блок питания тут намного мощнее но при этом все-таки какая-никакая но защита там имеется так что разговаривать про глупости кого-то там тебя или меня смысла нету если человек покупает значит он покупает одуманно то есть такие решения делаются не просто так и дружище я понимаю что ты делаешь усилители ремонтирую все дела но поверь мне есть 14 лет собираю вот эти вот всякие рупора и прекрасно понимаю даю себе отчет о том что я делаю в данный момент я очень долго не шо не хотел приходить именно к импульсным блоком питания именно к таким усилителями у меня была очень большая стойка на вешниках их было пять штук такая гора вот тут валялась этого всего хлама при этом тут всего лишь ватт там 300 400 на канал естественно этого очень было скажем так не хватало но у меня был он у меня и имеется режим бямбинг у меня все частоты и работают на разных своих то есть сабы сабы причем сабы разрезаны у меня на два канала эраудио играет там чуть повыше на эмо чуть пониже топы у меня играют свое в ч драйвера здесь у нас стоят так что думаю это будет всем понятно что этот усилитель у меня пока что в эксплуатации и что с ним будет дальше я уже естественно расскажу я вам дальше расскажу покажу нужно время мне понять потому что у меня сейчас маленькая статистика по поводу его надежности надежность это время это любой как бы залог такого показателя надежность время и еще хотел сказать пару слов по поводу тут недавнего приобретения тут у меня на канале стоят итальяшки на той стороне у нас стоят ширики так вот так эти 8 он потому что четырехомные динамики эти 8 умные ровно 4 он а показывает по поводу ручки громкости да вот я еще чуть убрал вот она идет на них чтобы дабы их не пыхнуть они уже на примерно скажем так 30 вольт для них для каждого это уже ну как бы ему уже плохо становится так что мощность принципе они свою 210 ватт держат но скажу вам честно если вот так вот встать послушать при одинаковой подачи мощности одинаковым там вольтаже там 20 вольт сюда и уже практически 20 вольт для них это дофига сюда на эмо громче играет при одинаковом сопротивлении на эмо играет почему-то громче но вот как как вы вы сторонники сторонники итальянцев не сторонники на эмо подумайте над этим почему так происходит эти динамики божественно играет голос реально голос здесь очень качественный хороший то есть здесь появилась четкость детальность именно в звуке там на наеме это все так вот в кашицу как-то складывается здесь это более-менее получше но дабы достичь чтобы достичь того же давления что-то создают на эмо нужно вложить сюда больше мощности опять же таки вот такие вот дела то есть скорее всего скорее всего это запакуем пока уберем до следующей вахты я буду покупать хорошие двенашки их не две штучки именно ватт наверное 700 хороший буду качать по канально от этого усилителя и будут топы с драйвером то есть одна двенашка один драйвер и остается у нас один сап ну то есть одна пара сапов по канально будет стоять и будет пара двенашек драйвера будут от мака то есть я думаю этого вполне мне этого вполне хватает сабы будут не использовать каналы на всю мощность будет чуть-чуть запасом на топ и будет идти свою мощность ну то есть в среднем все четыре канала здесь должны отдать 800 ватт на 4 ома принципе на этом не задача у меня вот это вот и стоит мне это принципе изначально было нужно но плюс-минус на ютубе есть как я еще говорил там можно посмотреть видосы снятия мощности так что далеко от санвэй мы не убежали оригинал то и подавно у нас оригинал санвэй чё там разница то какая он у турков там полно видео на русскоязычном конечно маловато видосов про этот усилитель ну это и понятно такие усилители покупают только редкие люди домой себе тем более такие как я такие люди которые их покупают зачастую это какие-то конторы компа корпорации не все ремонтники готовы их ремонтировать не все ремонтники тем более готовы снимать на это видео не часто попадается но корпорации какие-нибудь там конторы которые покупают там по 10 штук там всяких санвеев например да они и подавно не будут снимать что-то внутри находится им это не интересно у них задачи другие так что давайте там без обид ребятушки сейчас от это все проверится с полгодика пройдет видео и обязательно засниму что с ним произошло без какой-то предвзятости предвзятости у меня нету ни к кому из них не к нему не к нему здесь нет никакой предвзятости я говорю как есть по поводу своих покупок я говорю о том что вот эта покупка была немножечко неправильный меня они не устроили по мощности меня не устроили по звуку скажем так четыре таких динамика качественнее играют на и мы но по мощности это будет тоже то же самое плюс минус но я бы лучше бы взял все такие помощнее динамики скажем так то есть эти динамики я обязательно оставлю у меня на них будет другой проект в дальнейшем вот эти колоночки уйдут и в чешки останутся будет по одной в чешки на динамик и они будут в отдельных топах для улицы стоять работать здесь будут современные топы в дальнейшем уже я покрашу сабы потому что думаю я утверждаю именно их других пока я не хочу ставить потому что это размер это объем это но это скажем так немножечко мне пока не подвластно для моего дома поставить что-то больше 1 м и надо избавиться конечно тут уже извините меня любители на м и но я говорю как есть опять же без предвзятости 18 кино и мовский это лажа ширики на мовский это как бы очень неплохой вариант реально то есть если сгорит юрин динамик при тех условиях что я с ним делаю ну как бы при положенных условиях то юров как бы извини меня но вот так вот если сгорит он то вы по крайней мере будете понимать и я буду понимать что все сюда лучше не лезть это китай или наоборот этот китай прошел огонь и воду а зачем переплачивать за тот же санвэй и тем более за оригинальный лапгруппан так что ждем сожжем там будет видно все всем пока